Пандемия коронавируса Пандемия скорректировала ситуацию на рынке труда. Это произошло не только в Омской области, а в целом по стране. На сегодняшний день, с учетом тех мер, которые реализуются, мы можем уже говорить о стабилизации ситуации. В прошлом году, в пик пандемии, а на рынке труда он был зафиксирован в сентябре, на учете в органах службы занятости состояло 57 тысяч безработных. На сегодняшний день эта цифра уже снизилась до 12 тысяч. То есть мы видим, в несколько раз численность официально признанных безработных снизилась. Для стабилизации ситуации на рынке был разработан целый комплекс мер по восстановлению численности занятого населения. Это различные мероприятия, начиная от субсидий работодателям по стимулированию найма работников, заканчивая социальными контрактами, которые самим гражданам предоставляются. Ну и по сути на регистрируемом рынке труда мы уже выходим на показатели конца 2019 года. То есть уровень зарегистрированной безработицы на сегодняшний день уже составляет 1,2%. Это как раз таки показатель 2019 года. Наверняка изменились и какие-то тенденции на рынке труда. Например, стало ли больше самозанятых? Безусловно. Мы знаем, что в прошлом году Омска область вошла в этот проект, в эксперимент. И начиная с прошлого года омичи могли регистрироваться как самозанятые. И, наверное, более активно это как раз таки стало фиксироваться в этом году. За 10 месяцев текущего года более 30 тысяч омичей зарегистрировались в качестве самозанятых. И на сегодняшний день порядка 37 тысяч в Омской области самозанятых зарегистрировано. И в этом режиме, конечно же, люди увидели ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность работать легально, потому что, прежде всего, вышли из тени те, кто работали нелегально, предоставляли определенные услуги. Во-вторых, это пониженная налоговая ставка, отсутствие кассового аппарата и ряд других преимуществ, которые этот режим предоставляет, способствовал тому, что численность эта растет. И на стимулирование, так скажем, граждан, на развитие самозанятости принят ряд мер, как на региональном, так и на федеральном уровне. В частности, Министерство труда и социального развития Омской области организует предоставление для МИЧИ социальных контрактов как раз-таки на развитие собственного дела, на развитие самозанятости. Это 250 тысяч рублей, которые предоставляются на открытие своего дела. Наверное, спрос на эти условия вырос? Социальный контракт – это мера, которая предоставляется малоимущим гражданам или малоимущим семьям, поэтому это не каждый житель Омской области. Но, тем не менее, порядка 5 тысяч соцконтрактов в этом году будет предоставлено до конца года для МИЧИ. Из них где-то 700 – это будет как раз-таки на развитие собственного дела. Давайте вообще поясним, для чего нужен социальный контракт, какие возможности он дает и о каких суммах идет речь? Как я уже говорила, социальный контракт – это своего рода толчок, помощь государства в том, чтобы человек преодолел сложившуюся трудную жизненную ситуацию. У ряда Омичей такая ситуация сложилась как раз-таки из-за коронавируса. Кто-то потерял работу, кто-то вел свой бизнес и временно его закрыл. И социальный контракт – это соглашение, которое заключается между государством и гражданином, по которому государство предоставляет определенные финансовые средства, а гражданин должен реализовать определенную программу. И таким образом самостоятельно вывести себя из свою семью и из сложной жизненной ситуации. Если говорить как раз-таки о самозанятости, то гражданам, которые претендуют на получение социального контракта в этом направлении, разрабатывается бизнес-план. То есть вот такая четкая программа ведения своего бизнеса. И на основании этого бизнес-плана может быть предоставлена сумма до 250 тысяч рублей. Кроме самозанятости, есть еще направление, связанное со стимулированием трудоустройства граждан, как раз-таки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На поиск работы социальный контракт предоставляется в размере 44 тысяч рублей. По этому договору гражданин обязан обязательно трудоустроиться. Ну и на селе активно пользуется социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Здесь тоже по условиям договора граждане должны регистрироваться в качестве самозанятых, то есть как бы легально работать и обеспечивать свою семью. Если получатель субсидий не достигнет цели, то есть не выполнит условия контракта, ему нужно вернуть деньги? Ну да, безусловно. Но прежде чем отработать, выдать, так скажем, социальный контракт, гражданину с ним прорабатывается такая серьезная программа по выходу из сложной ситуации. Открытие своего дела – это в любом случае риск. Как вы считаете, вот сейчас, в период пандемии, почему люди все-таки чаще стали рисковать и идти на открытие своего дела, заключать социальный контракт? Ну я думаю, что прежде всего это связано с тем, что это все-таки легализация, да, и возможность спокойно, без, так скажем, опасений каких-то работать. А в связи с тем, что вводится ряд таких, скажем, мероприятий, да, и контрольных каких-то больше, и там с проверками по коронавирусу различные мероприятия проводятся. Поэтому легализация – это прежде всего, как бы, сыграло, конечно, роль. Ну и если есть возможность получить все-таки стартовую такой, да, помощь финансовую для того, чтобы открыть свое дело, это, ну, тоже немаловажно. Все-таки вернемся к вопросу рынка труда в период пандемии коронавируса. Конечно, известно, что развивается дистанционный формат работы, и, наверное, в Омской области тоже сформировался некий топ-профессий, которые обрели особую популярность в период самоизоляции. Вот об этом давайте поговорим. На самом деле, знаете, ну, странно, не странно, но в Омской области каких-то таких серьезных изменений именно по востребованности профессии и специальности не произошло. То есть что в этом году, что в прошлом, что в позапрошлом, так скажем, топ востребованных вакансий, они, в принципе, как бы сохраняются. Там они по позициям меняются, да, с первого на второе, с третьего на четвертое и наоборот. Но, по сути, все так же востребованы в большей степени у нас рабочие профессии, специальности и менее востребованы должности служащих. Если говорить о сферах, да, где наибольший спрос, это опять все тоже строительство. То есть, ну, мы видим, что строительство, в принципе, развивается и вакансий довольно-таки много. И нам с трудом, так скажем, удается закрывать эти вакансии. То есть потребность строительной отрасли очень высокая. Это и бетонщики, и монтажники, и плотники, да, актуальные до сих пор, тоже, как ни странно, водители автомобилей. Это профессия, это вакансия, она вот последние несколько лет прямо в топе находится. Если говорить о служащих, да, о бюджетной сфере, то здесь все та же отрасль медицина, образование. То есть здесь все те же профессии, специальности, они точно так же востребованы. Но вот вакансий, связанных с удаленной работой, с дистанционной работой, по сути, как бы в Омской области, ну, не очень много. То есть работодатели как-то в эту сторону еще и не сильно ушли. Ну, или, по крайней мере, в самих описаниях вакансий этого не требуют. На дистанционную работу, на удаленную работу есть вакансии бухгалтеров, менеджеров, консультантов различных, да, то есть вот такие вакансии есть. Но они, в принципе, как бы и раньше были. И мы не так давно встречались с HR-сообществом, обсуждали, да, вопросы, связанные с обеспечением кадрами, закрытием вакансий, которые есть. Они как раз-таки тоже говорили о том, что вот, ну, пока что на территории нашего региона так активно эти виды занятости не развиваются. То есть я правильно понимаю, востребованность сохраняется в тех сферах, на которые ограничения никак не повлияли? То есть строительство, образование? Ну, да, хотя вот в этом году, по сравнению с прошлым годом, да, мы видим увеличение незначительное, но тем не менее увеличение востребованности поваров. Это как раз-таки связано с тем, что, да, в прошлом году немножко пожестче были к ним, меры применены, сейчас они работают свободнее, и поэтому, как бы, эти вакансии тоже появили свою популярность, имеют. Что касается вакансий, вот, дистанционных, о том, о чем мы говорили, может быть, их непопуляризация в Омской области связана с тем, что большинство сотрудников находятся онлайн? Ну, то есть предложения сами поступают, и они не нуждаются в каких-то там дополнительных поисках? Ну, и это тоже, да, конечно, то есть информационные технологии, они, безусловно, вносят свою лепту в развитие рынка труда, и, так скажем, наличие таких компетенций, да, они востребованы у работодателей, и, соответственно, граждане, которые их имеют, они более самостоятельно и могут и вакансии подбирать себе. В Омске ввели систему QR-кодов, и это решение повлекло неожиданные последствия. Организации начали искать, так называемые, контролеров, которые проверяют QR-коды на входах, например, в бутики, в торговых центрах и так далее. Работа эта стрессовая, но также временная, и появляются в связи с этим какие-то новые веяния на рынке труда? Да, вот в связи с введением как раз-таки этой нормы, ну, произошел, я, наверное, назову это такая сиюминутная вспышка, да, вот потребность работодателей просто были вынуждены оперативно ввести, да, проверку QR-кодов, и, соответственно, заявили о такой потребности, но в региональном банке вакансий таких, именно таких вакансий нет, и обсуждая с работодателями необходимость, да, вот потребность их в таких работниках, все-таки я могу сказать о том, что большая часть работодателей отдельно именно на это направление не набирали персонал, это сейчас возлагается все-таки на уже имеющихся работников, в частности, на охранные службы, на контрольные службы, им просто дополнительный расширяется, так скажем, круг обязанностей. Но на самом деле работа по проверке QR-кодов довольно-таки сложная, поскольку пока что неоднозначное отношение, да, у населения к вакцинации, поэтому они сталкиваются с определенными проблемами, и здесь, конечно, работодатели вынуждены, так скажем, и над эмоциональным состоянием своих работников дополнительные усилия прилагать. Если попытаться сделать прогноз, это может оказаться на увеличении жалоб, например, в трудовую инспекцию? Ну, вы знаете, на самом деле, это какой-то такой вспышки, связанной с тем, что вот в связи с пандемией увеличилось количество жалоб на нарушение трудовых прав, тоже нельзя, то есть они всегда были, работники пытались отстаивать свои права, в частности, в трудовой инспекции, они звонят на всевозможные горячие линии, которые созданы для этого. На сегодняшний день, в принципе, уже все механизмы, связанные с коронавирусом, да, с трудовыми отношениями, с урегулированием, они уже определены. Есть четкие инструкции, методические рекомендации для работодателей, и алгоритмы разработаны, уже они, в принципе, все доведены до работников, и, ну, то есть здесь каких-то таких серьезных ограничений, там, возмущений, недовольств, ну, уже практически нет. Пандемия коронавируса, она помогла выяснить, что самые уязвимые в плане стабильности категории работающих граждан, это молодые специалисты, и уже люди, там, предпенсионного возраста, они чаще всего стали жертвами каких-то сокращений со стороны работодателей. Вот что им делать? Есть какой-то универсальный алгоритм, куда обращаться, если ты уже не готов начинать карьеру заново, и еще не можешь в связи с отсутствием опыта позволить себе там выбрать другую профессию? Вы знаете, вот то, что касается молодых специалистов именно, ну, то есть молодежи, да, и обращающихся к нам в службу занятости, то на самом деле, ну, вот в этом году, да, мы видим, ну, рост, да, в прошлом, в этом году рост числа обращений именно молодежи. Это в, ну, фактических цифрах, да, там, практически там в два раза, допустим, в этом году увеличилась численность обратившейся молодежи. Но если говорить про долю, да, вот в общей численности безработных, то она, в принципе, на уровне остается. Но в данном случае, если говорить про молодежь, мы это связываем прежде всего с тем, что сейчас, в прошлом году, да, с апреля месяца был введен, предоставлена, так скажем, дистанционная возможность подачи заявлений на постановку на учет в органах службы занятости. И кто, как не молодежь, имеет большие компетенции с гаджетами, да, для них это вот буквально за пять минут они эти заявления подают и регистрируются в органах службы занятости. А уже потом активность по поиску работы, она уже не такая высокая, как количество обращений. А если говорить о гражданах предпенсионного возраста, то, в принципе, число обращений, оно примерно одинаковое. То есть, какого-то такого роста мы не наблюдаем. И эти категории, и молодежь, и граждане предпенсионного возраста, они, в принципе, и раньше испытывали сложности, да, при трудоустройстве. И сегодня для молодежи, да, вот направление, связанное с самозанятостью, оно вот в большей степени актуально, потому что все-таки молодежь предпочитает вот эти рамки, которые работодатель предоставляет, да, устанавливает. Они все-таки, ну, не для молодежи. Они хотят свободно распоряжаться своим временем. Когда хочу, начинаю рабочий свой день. Когда хочу, заканчиваю определенные вещи в течение рабочего дня. Поэтому они в большей степени, ну, вот в эту сферу уходят. Для выпускников органы службы занятости предлагают такое мероприятие, как стажировка. В принципе, это тоже хорошо зарекомендовавшее себе мероприятие. Мы компенсируем заработную плату работодателям при приеме на работу выпускников образовательных организаций. Но вот если общее число молодежи у нас вот увеличилось, да, обращений, то количество обращений выпускников практически за последние два года в два раза снизилось. То есть выпускники себя, ну, находят на рынке труда и как раз-таки, ну, кто по полученной профессии, кто в другом направлении. То, что касается граждан предпенсионного возраста, здесь тоже мы предоставляем работодателям компенсацию при трудоустройстве ведь такой категории и часть заработной платы компенсируем. Это позволяет гражданам себя зарегистрировать на рабочем месте и в дальнейшем продолжить трудовые отношения. Кроме того, граждане предпенсионного возраста 50+, они являются участниками мероприятия по обучению в рамках национального проекта «Демография». И здесь есть возможность, ну, так скажем, уже в возрасте 50+, кардинально поменять свою профессиональную деятельность. То есть они могут совершенно другую профессию, специальность получить и идти работать. Либо, опять же, заняться каким-то своим делом. Вы говорили о компенсации организациям, которые принимают на работу людей предпенсионного возраста. Это какой-то процент от общей заработной платы или фиксированная сумма? Мы компенсируем минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районные коэффициенты и на отчисления во внебюджетные фонды. То есть при условии заключения трудового договора не менее чем на 4 месяца компенсируем 2 месяца из бюджета и, соответственно, затраты работодателя. Ну и финальный вопрос. Как Вы считаете, чего еще ожидать о МИЧАМ? Вот прогноз на будущее. Кадровый дефицит или стабилизация ситуации? Ну, от кадрового дефицита мы никуда не уйдем. Мы видим его и сегодня, и вчера, и уже несколько лет наблюдаем это. На сегодняшний день у нас на рынке труда в нашем региональном банке 39 тысяч вакансий. При этом официально зарегистрированных безработных 12 тысяч. Казалось бы, каждому практически по 3 вакансии иди работай. Тем не менее, вот этот дисбаланс спроса и предложения, он такой довольно-таки большой. И чем дальше, тем он как-то все сильнее, еще больше становится. И опять-таки, вот встречаясь с HR-ами, мы говорили о том, что активность соискателей, как ни странно, она в этом году еще ниже становится. То есть даже на работных сайтах активность соискателей, тот же Headhunter, Superjob, они отмечают снижение активности соискателей. И работодатели становятся заложниками вот такой ситуации. Поэтому здесь, в первую очередь, наверное, на первый план, ну, с точки зрения нас, как органов службы занятости, выходят мероприятия, связанные с профессиональным обучением, с переподготовкой кадра, с повышением мотивации имеющихся трудовых ресурсов. Мы в этом году вошли, так скажем, в эпоху модернизации службы занятости. Буквально к концу года мы открываем кадровый центр, который как раз-таки будет прежде всего вести проактивную работу с гражданами, с работодателями. Мы будем работать в рамках жизненных ситуаций, что касается граждан, и пытаться решить именно проблему индивидуально каждого гражданина, который вот не может найти работу и себя вот на рынке труда. Ну и еще из нововведений, так скажем, которые уже мы анонсируем, с 1 января 2022 года мы переходим на единую цифровую платформу в сфере занятости. Мы сейчас уже, граждане, я говорила, подают заявление в электронном виде, но с 1 января 2022 года мы и вакансии будем предлагать гражданам в электронном виде, и возможность пройти собеседование с работодателями будет, рассмотрение кандидатуры соискателя будет на единой цифровой платформе предоставлено, что, возможно, будет способствовать, да, то есть не нужно будет ехать там на другой конец города к работодателю, а на платформе непосредственно пройти собеседование. И с 1 января 2022 года все работодатели с численностью 25 и более работников, органы власти, органы местного самоуправления, бюджетные организации, да, они будут обязаны на этой единой цифровой платформе предоставлять свои вакансии. То есть это вот еще, я думаю, больше расширит региональный банк и возможность соискателей найти себя на рынке труда. – Олеся Александровна, спасибо большое за интересную беседу. – Спасибо. – А я напомню, это было интервью с руководителем департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области Олесей Кайль. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова